Исалам в России и Евразии, товарихе Булгария, Булгарские хроники, первая глава, рассказал Мухаммад Хани, Абулагази Бахадир Хани Хоризми, сказав вышеупомянутые Абулагази, и написали на пюркском, персидском и арабском языках историю предков каждого панишаха, те, кто знал их. То это не странно, как не странно, как это не странно, до сих пор не написана история жизни предков булгарского правителя Абулы Хана. И кому только я не предлагал написать эту историю, но не нашел подходящего века. У тюрков есть пословица, сирота сам отрежет свою куполину. Поэтому от безысходности эту книгу пришлось написать нам самим. Мы не стали подробно писать о всемирном потопе во времена пророка Нуха, мир ему и приветствия. И это известно всем. Повыли Аллаха Всевышнего, его корабль через 6 месяцев и 10 дней в 10-й мухаррам привело к расположенной неподалеку от Масула горе Джудии. Они вошли в корабль, а в первый день месяца Рамазан всех свалила болезнь. Нуху, мир ему и приветствия. С женой и тремя сыновьями удалось выздороветь. И на оставшийся невредимый миф снизошла милость Аллаха. Нух, мир ему и приветствия. Отправился на Хама, в Хиндустан. Сама, в Иран. А Яписа, во сторону Северного полюса. Некоторые относят Яписа к пророкам. И так Япис по велению отца отправился к реке Урал. И скончался там. Прожив 200 лет. От него народилось много детей. Наиболее известное это Тюрк, Хазар, Сахлаб, Рус, Мин, Чин, Кемари и Тали. Каждый день стал родоначальником рода. Старшего сына Тюрка Япис сделал по дешагам. Этот Тюрк был очень умным и благовоспитанным человеком. Он исходил много ли мест, но остановил свой выбор лишь на одном. Оно называется Иссык-Куль. Абул-Ахази, Абул-Ахази, Абул-Ахази хан, Абул-Ахази, Багадыр хан, правитель Ургенща 1623-1624. Хивинский хан 1643-1663. Много лет прожил в Иране, где стал большим поклонником персидской культуры. Совершил ряд походов на Бухару, Турекимен и Казахов. На его правление приходится период рассвета Хивинского ханства. Историк, автор трудов, родословное древо тюрков, Шаджара и Тюрк, и родословное древо Туркмин, Шаджара и Таракима. У тюрка, ворочи Тиресина, тюрк, хоккей, борцаджар и млад. Незадолго до своей квоечины тюрк сделал падишахом тюряка. Тюрк был разумным и хорошим падишахом. Он жил в одно время с одним из первых падишахов Ирана, Каюмарсом. Каюмарс, Гайя Мартан, Гойомар, в иранской мифологии, первый человек, позже первый сар из династии Пишнавидов. По одной из мифологических версий о Каюмарсе, переданных миру них, Ормуз, одолевая Ахримана, начал потеть. И из капель пота на лбу уродился Каюмарс, который одолел Ахримана и стал разъезжать на нем вверху у ворот ада. Каюмарс испугался тогда. Ахриман сбросил его себя и сожрал. Но перед гибели он успел пустить в свое семя, от которого произросла первая человеческая пара. Образ первого человека, первого вождя Каюмарса. Каюмарта сохранился в средневековых народных представлениях. О нем пишут арабоязычные авторы Табари, Масуди, Салиби и другие. Вируни, исторические хроники. Балами, Ирдауси, Шахнаме. Ваш Шахнаме Каюмарс рисуется титаном, который вывел людей из тьмы и щек. Ваши жилые дома на горах прообразом городостроителя. Он изображается и первым царем, правившим 30 лет и давшим людям первозакон. Его сын светлой душой, юный. Сиямак погибает от руки черного дева. Местителем за смерть отца выступает сын Сиямака Хушанг, который вместе со своим дедом Каюмарсом убивает дева и восстанавливает царство добра. В книге Наурус-Нома, приписывая Амар-Хаяму, рассказывается, что Каюмарс установил деление солнечного года на 12 месяцев и начало летущее следствие, после чего прожил 40 лет. Мифа народов России. Чутяк был разумным и хорошим падишахом. Он жил в одно время с одним из первых падишахов Ирана Каюмарсом. Именно он ввел в обиход обычаи сани-тищу. Он прожил 240 лет и сделал ханом своего сына Ильхи. Тот также правил много лет и оставил трон сыну Дип-бакую. И он жил долгие годы и сделал ханом сына Алынчу. Но Алынчи, все потомки Яфиса, были мусульманами. Но во время Алынчи страна стала жить очень богато и народ распустился. Есть одна узбекская пословица. Если собака разжиреет, то она начнет кусать своего хозяина. Тогда почти у каждого была любовница. И пошла мода делать похожих на них кукол. Ее приносили в дом, целовали, гладили по лицу. Всячески преклонялись перед ней потихоньку, помаленьку. Все незаметно превратились в ведомопоклонников. Все незаметно превратились в ведомопоклонников. У хана Алынчи было двое сыновей. Старший татар у хана, младший магу, поэтому он и разделил государство поровну между двумя своими сыновьями. Кроме самого татар хана, еще семь его сыновей становились падишахами. После чего падишахом был Ялынча хан, потом Атлы хан, потом Ацис хан, потом Урда хан, потом Байду хан. Этот самый Байду хан был человеком безрассудным, начал войну с родом Магу хана. После него падишахом стал Сынич хан. В это время усилилась вражда между страной татар и страной Магу. Как сообщает Кирнаслу, у Сынич хана был сын Кишейну. После кончина отца он путешествовал по разным местам и остановил свой выбор на одном из прибрежных мест в Устье Волги, которое ему понравилось. Там и вместо с несколькими своими сторонниками он и основал Булга. Это случилось примерно в 4386 году с момента незавершения Адама на землю. Адама на землю. Адама на землю. Адама на землю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова